Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Дивный Сад. И в этом видео я хочу с вами поделиться своими результатами про павловнию. Ну и, конечно, рассказать, почему не растет павловня. Вот это павловния войлочная, о которых я рассказывал в своих видео. Высажена она 15 марта. Сегодня у нас 29 мая. И вот с того момента, когда она взошла, это примерно 2 недели прошло, она находится сейчас вот в таком состоянии. Ничего не меняется. Уже прошло больше 2,5 месяцев. Не знаю, какие причины могут быть ее такой остановки в росте. Сначала я думал, может быть, это связано как-то с вермикулитом, в которых я их высаживал. Но высадив вермикулит в совершенно другие семена, присланы мне позже. Есть также видео, где я рассказываю о том, каким образом я вот в такой контейнер посадил 28 апреля. И вот примерно прошел месяц, и павловния вот в таком сейчас состоянии. То есть она совершенно координатно отличается за месяц от той, которая выросла в контейнерах, посаженной 15 мая. Здесь они уже достаточно большие. Не все, конечно, зашли, но разница очевидна. Какие воводы я сделал? Скорее всего, возможно, семена, которые мы заказали, вот эти, они не свежие. Как один вариант. Я отверждать в это не берусь. Точно сказать не могу, не знаю. Также я не знаю, какая может быть причина такого вот остановки в росте. Просто они остановились, стоят на месте, никак не двигаются ни туда, ни сюда. И не погибают причем, находятся в таком состоянии. Такое ощущение, что какой-то включился механизм ожидания. Только ожидания чего? Не ясно. Здесь же идет активный бурный рост. Это, в принципе, видно. В дальнейшем я сейчас буду пересаживать это в стаканчики. Видео, в принципе, о том, как я пересаживаю, есть на канале. Дополнительно я снимать это не буду. И они дальше пойдут развиваться и расти. Что, в принципе, нужна моя. Здесь, в этом контейнере, я хочу показать свой небольшой эксперимент на пробу. Я взял вот такие вот из другого контейнера полу в него высажен 15-го и решил использовать для этого торфяные стаканчики. Взял контейнер. Здесь их достаточно большое количество помещается. Можно, как-то 20 штук. И можно очень удобно их переместить. А потом, как я думал, я бы их взял и спокойно, без повреждения корневой системы, пересадил уже либо в горшочки, либо в грунт. Но с чем я столкнулся? Так как я создавал для Павловни на первоначальном этапе после пересадки парниковый эффект, закрывая крышкой вот таким образом. Здесь как раз достаточно места для развития на первом этапе. Но я столкнулся с другой проблемой, которая возникла и, в принципе, считаю, что нельзя использовать торфяные стаканчики конкретно под данный вариант. Это развитие грибков. Вот посмотрите, я сейчас отдельно видео демонстрирую, что произошло с стаканчиками. Они находились, вот так сейчас покажу, и видео демонстрирую. Они находились во влажной среде, закрытой парниковом эффекте крышкой. И в итоге они все покрылись вот этой плесенью. Плесень покрыла все, причем, я не знаю, что это за плесень, но земля, точно такая же земля, она не покрывается плесенью в обычных пластиковых стаканчиках. То есть, я делаю вывод, что это идет именно из торфяного горшочка. То есть, там какие-то эти заложенные, ну, там уже присутствуют, и они дали просто бурно-активный рост при попадании в определенные условия. То есть, здесь влажная среда. В итоге, часть половни, она в этом контейнере нет конкретно, а в других она погибла. здесь вот один погиб. Здесь вот один. два или три здесь погибло, да? И при этом я пока оставлю, я буду наблюдать, как она будет расти, развиваться. И вот эта половина, которая с 15 марта. И посмотрю, может быть, в других условиях, если плесень не повредит их, то в других условиях, возможно, при большем объеме земли или грунта или еще что-то, она дальше пойдет развиваться. А так, пока я наблюдаю, особого движения, роста и развития нету. И вполне возможно, что, утверждать не берусь, что она дальше развиваться не пойдет. Поэтому, какой общий вывод я сделал по семенам? Подходите к выбору семян очень тщательно, потому что это основополагающий фактор получения в дальнейшем хороших, крепких, здоровых саженцев. Это раз. Во-вторых, это огромное количество потраченного времени. Ну, покупайте у проверенных продавцов, которых вы лично знаете, либо через знакомых узнавайте, находите, либо по рекомендациям, потому что то, с чем я столкнулся, я просто набрал на авито и купил. В итоге получил вот такой результат. Но при этом другие семена мне прислали в подарок, были высажены гораздо позже, и они уже дают активный рост. При этом, хочу сказать, что не все семена из этой партии оказались в таком состоянии. Часть семян из этой партии были много рассажены, и они достаточно активно развиваются дальше и растут. И я сейчас вам покажу, какие размеры саженцы, сиенцы уже у меня на данный момент, на 29 мая получились. Сейчас я достану. Вот такая по воводе у меня сейчас высаженная мною. Я дату здесь не помечал, когда это высажено, но это примерно им сейчас, наверное, полтора или два месяца общесложественно. Может быть, два с половиной, если от семечки считать. Вот такие получились у меня сиенцы красивые. Примерно уже практически 20, 20, наверное, 5 сантиметров они высотой. Вот такие вот они. Не знаю, на видео, наверное, продемонстрирую, видно. И они очень хорошо дальше развиваются. Листики очень приятные на ощупь, такие пушистенькие, такие мягенькие. Вот такая павловня у меня сейчас. Это павловня самая большая, которая мною выращена сейчас на данный момент именно в горшочках. Потому что я высаживал в открытый грунт ее и в горшки есть видео на канале, где я высаживал. Она была меньше гораздо размера, была высажена меньше. Также будет чуть позже на канале видео о том, каким образом павловня павловня была высажена в грядки. После этого резко упала температура и она попала, можно сказать, под переохлаждение. И есть видео, о котором я рассказываю и показываю, что произошло с павловней. Ну, а на данный момент все. Все, что я хотел в этом видео, я вам рассказал, с вами поделился. Вот такая красивая павловня. Очень я рад своему результату, что она так хорошо развивается. Я думаю, что все в комплексе меры, которые я предпринял, в том числе и от подготовки земли и выбора семян и способа проращивания, они дали свои результаты. Теперь следующим огромным этапом это проанализировать весь сезон вегетации и какая же она на самом деле вырастет у нас в Нижегородской области, какой высоты достигнет, как будет развиваться, потому что я сажал, допустим, в грядке, она изначально там земля неудородная, то есть не вот там специально подготовленная, она подготовлена специально только в стаканчиках, а дальше она будет развиваться в земле уже используя те ресурсы той земли, состава той почвы, которой она будет развиваться. Будем смотреть, наблюдать. А на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если хотите вовремя получать уведомления о выходе новых видео на канале, нажмите на колокольчик справа внизу. На этом все. До встречи в новых видео. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова